Ежегодно попечительский совет оказывает существенную поддержку в сфере образования Полевского городского округа. Это происходит на протяжении всего учебного года и особенно летом, когда нужно готовить школы и детские сады к новому учебному году. Сегодня у каждого ребенка в городе Полевском есть папа, мама и попечительский совет, который помогает во всем, во всех сферах нашей деятельности. Если мы сегодня говорим применительно к повестке, это подготовка образовательных учреждений. Если говорить масштабно и глобально, это поддержка материальная, организационная, поддержка всех мероприятий, направленных на развитие одаренности детей в городе Полевском. Это инициация социальных проектов, как, например, «Особым детям особая забота» и опять-таки поддержка финансовое и организационное проведение этим проектам. И вот на протяжении 20 лет в Полевском ведет активную работу попечительский совет. Наш город в этом плане уникальная территория. Такой формы поддержки в других городах нет. Каждый год ряды попечителей пополняют новые представители, готовые помогать. В этом году их двое. Прежде всего за счет примера, который проявляет наш бизнес, соответственно, в первую очередь городообразующее предприятие, вокруг которого все двигается и все движения происходят. И за счет авторитета, когда вкладывают деньги и видно, что происходит, какие благие дела, за счет этого и подтягиваются другие представители бизнеса и так далее, и так далее. Поэтому авторитет попечительского совета он сегодня в городе и по области не предрекаем. Ну, как бы, поэтому все движение отсюда. Повестка заседания традиционная. В начале попечители услышали отчет о проделанной работе управления образованием. Какие успехи были в прошлом учебном году и как прошла приемка детских садов и школ к новому учебному году. Сегодня награждают благодарственными письмами главы тех, кто принимал участие в этой работе. Наглядная иллюстрация того, как растет качество образования, успеваемость детей. Каждый год увеличивается число высокобальников по результатам ЕГЭ. В этом году три стобальных результата и 37 медалистов. Но вместе с этим Ольга Уфимцева отметила, что уже который год подряд из бюджета выделяется недостаточная сумма для подготовки образовательных учреждений. И многие проблемы остаются нерешенными. Без попечительского совета подготовить образовательные учреждения к новому учебному году было бы крайне сложно. Приятно слышать, что наша общая работа увенчалась тем, что все школы приняты к началу учебного года практически без замечаний. Но вместе с тем мы понимаем, что уровень наших образовательных учреждений сегодня, конечно, еще далек от того идеала, когда посмотришь, как там показывают московские школы, там все. Значит, везде живут дети. Все эти дети равны. Поэтому они должны иметь, естественно, равные условия для своего совершенства, для получения знаний, для образовательного процесса. Это затягивает. Поэтому очень бы хотелось, действительно поддерживаю Ольгу Михайловну, что при рассмотрении городского бюджета, значит, уважаемые депутаты, все-таки нам надо прекратить действительно ту практику, которая на протяжении многих лет существует в Полиском городском округе, когда за счет сметы образования практически мы закрываем все дыры. На заседании все попечители единогласно приняли новую смету на 2021-2022 учебный год. Средства будут направлены на поддержку образовательных учреждений в участии в городских мероприятиях, на премии попечительского совета особо одаренным учащимся, спортсменам и педагогам. Предусмотрена и адресная помощь. Статей расходов здесь много, но главное, что все это во благо детей. Мы не только занимаемся материальной поддержкой работы попечительского совета, значит, работы наших учебных заведений, но мы ведь кроме того, что готовим школы к началу учебного года, проводим массу мероприятий. Мы проводим спортивные мероприятия, интеллектуальные мероприятия, мы поддерживаем талантливых детей, мы ведем многогранную такую работу, мы делаем подарки детям такие, чтобы они были сориентированы на какие-то правильные процессы. Вот позапрошлом году мы подарили, например, вы знаете, более 100 комплектов шахмат, демонстрационные доски. У нас сегодня в школах идет преподавание шахматной дисциплины. То есть до этого мы с вами строили уличные спортивные площадки для стрит-вордкаут, для уличной гимнастики. Мы практически ежегодно, традиционно проводим весенний спортивный праздник, зимний спортивный праздник, осенний спортивный праздник, различные турниры по хоккею, по футболу. Это все организовывает попечительский совет и финансирует, естественно, тоже. Отдельно руководитель попечительского совета Михаил Зуев обозначил необходимость поддержки программы «Особым детям особая забота». Программа нацелена на помощь детям с особыми возможностями здоровья. Игорь Соколов, Алексей Карипанов, новости 11-го канала.